В Германии офицер Бундесвера готовил теракт. Его вместе с сообщником задержали немецкие спецслужбы. Меркель напомнила Великобритании о её правах после Брексит и посоветовала англичанам не питать иллюзий. Мартина Шульца уличили в растратах. Европарламент сделал выговор своему бывшему председателю. Кулинарный мастер-класс для землян. Астронавт показал, как приготовить сэндвич в невесомости. В Германии задержали военнослужащего, который готовил теракт. Офицер Бундесвера выдавал себя за сирийского беженца и готовил атаку. По мнению полиции, немецкий солдат действовал из ксенофобских побуждений. Его задержали во время учений в баварском Хамельбюрге. Он проходил службу во французском Илькерше-Графенштаде, близ границы с Германией. В поле зрения полиции 28-летний мужчина попал после того, как в туалете аэропорта Вены спрятал оружие. Спустя некоторое время он вернулся за ним, и в этот момент его задержали австрийские власти. На него заведено уголовное дело. В рамках расследования стало известно, что подозреваемый в конце декабря 2015 года в Гессене выдал себя за сирийского беженца и на этом основании по поддельным документам поселился в общежитии для беженцев. Уже в январе 2016-го он получил убежище в Баварии, жилье и денежное пособие. По словам представителя прокуратуры, задержанный военнослужащий, вел двойную жизнь. Расследование ведется с февраля 2017 года. Военнослужащий подозревается в нарушении закона, регламентирующего ношение и использование огнестрельного оружия. Также он обвиняется в мошенничестве, так как выдавал себя за беженца и пользовался пособием. И кроме этого следствия располагает информация о том, что он и его напарник готовили террористическую атаку. В ходе расследования около сотни сотрудников Федерального ведомства по уголовным делам, полиции, федеральных земель Гессена и Баварии, а также их австрийские и французские коллеги обыскали 16 объектов в Германии, Австрии и Франции. В результате по этому делу задержан и предполагаемый пособник военного, 24-летний студент из Оффенбаха. Мартину Шульцу сделали выговор в Европарламенте. Кандидат в канцлеры ФРГ получил выговор от евродепутатов за кадровые решения, которые он принимал, будучи главой Европарламента. Большинство депутатов проголосовали за то, чтобы поставить под вопрос его решение о продвижениях по службе и выплате премий. Чтобы систематизировать все расточительные решения Шульца, в Европарламенте готовят соответствующий отчет о деятельности бывшего председателя. Одним из интересных пунктов документа станет длительная командировка в Берлин одного из доверенных лиц Шульца. Эту поездку уже назвали предосудительным использованием средств налогоплательщиков. Поездка немца в Берлин тарифицировалась как заграничная, хотя у него в немецкой столице было постоянное жилье. Отправленный в командировку Маркус Энгельс сейчас руководит предвыборным штабом Мартина Шульца. Сам бывший глава Европарламента считает свои решения корректными. В частности, командировочный Энгельсу выплачивал, поскольку местом его работы считался Брюссель. Мартин Шульц возглавлял Европарламент с 2012 до начала 2017 года. Обвинение в неэтичном распоряжении деньгами налогоплательщиков он считает политически мотивированными. Действия Европарламента назвал совместными предвыборными маневрами евроскептиков, консерваторов и зеленых. Напомним, Шульц — соперник канцлера ФРГ Ангела Меркель на выборах в Бундестаг, которые пройдут 24 сентября. Обвинения в адрес Мартина Шульца считают голословными и его политические союзники. Они подчеркивают, что Европейское ведомство по борьбе с мошенничеством запретило начинать предварительное рассмотрение дела в отношении Шульца и других, связанных с ним бывших сотрудников Европарламента. Ангела Меркель предупредила британцев о последствиях Brexit. Федеральный канцлер призвала жителей Соединенного Королевства избавиться от иллюзий и уточнила, что после выхода из ЕС они потеряют права, которыми Великобритания пользуется сейчас как член Евросоюза. В связи с этим Меркель предостерегла британцев от неоправданных ожиданий в связи с началом переговоров о выходе Великобритании из ЕС. Вместе с этим Германия снова напомнила Британии о том, что с долгами придется расплатиться до начала переговоров, а не после, как того хотел бы Лондон. Меркель уточнила, что вопросы многомиллиардных финансовых обязательств Великобритании по отношению к ЕС не терпят отлагательств. Чем быстрее британское правительство будет готово к конструктивным решениям, тем скорее мы сможем обсудить их желание говорить о будущих отношениях между Соединенным Королевством и Европейским Союзом в ходе переговоров о выходе. Но сначала мы должны знать, как Великобритания видит свои будущие отношения с нами. Федеральный канцлер заявила, что в ходе переговоров с Лондоном хотела бы определить три главных вопроса. Это гарантии прав граждан Германии и других стран ЕС, живущих в Великобритании, и гарантии того, что Brexit не нанесет ущерб Евросоюзу. И в-третьих, укрепление сотрудничества остающихся 27 стран ЕС. Переговоры по Brexit начнутся только после парламентских выборов в Великобритании, запланированных на начало июня. Ангела Меркель отметила, что Евросоюз заинтересован в сильном и преуспевающем Соединённом Королевстве. Киберпреступность стала серьёзной проблемой для человечества, утверждают исследователи. Требуются специалисты, способные справляться с любыми хакерскими атаками. Военно-промышленный гигант США Нуфруб Грумэн совместно с Национальным Центром по кибербезопасности Великобритании решили, что готовить к новой реальности нужно, начиная со школьной скамьи. Они организовали Киберцентурион, чемпионат по кибербезопасности среди старшеклассников. Отборочные соревнования проходили последние 9 месяцев. Для участия в финале отобрали 10 команд. Их задача — защитить от атак вымышленную компанию, производящую дроны. Главный приз — стажировка в Нуфруб Грумэн. Отрасли катастрофически не хватает специалистов. Об этом рассказала директор Operations Cybersecurity Group Диана Миллер. Я думаю, основная проблема — недостаток людей в этой сфере. Киберугрозы нарастают. С каждым годом атаки становятся все более сложными. Поэтому нам кажется крайне важным развивать талант киберзащитников. Они должны понимать, как устроена система, как противостоять любым атакам и как их предотвращать. 14-летний Отто Хис из Лондона считает, что кибербезопасность очень важна для повседневности. Область, которой в первую очередь требуется кибербезопасность — это интернет вещей. Он стремительно развивается. Люди идут далеко вперед, придумывают что-то вроде смарт-холодильника с выходом в интернет. Но при этом они совершенно не заботятся о безопасности. Ведь, по их мнению, никто не может атаковать умный холодильник. Учитель Отто Крис Харрисон уверен, даже если ребята не выиграют стажировку, это все равно отличная возможность для будущей карьеры. 20 лет назад компании Google не существовало. Ее основали два студента колледжа. 40 лет назад не было Apple. Историю империи начали в гараже двое молодых людей. Неплохо бы задуматься, почему я должен работать для кого-то другого, если могу делать то, что мне интересно. Чемпионат — хорошая строчка в резюме. Чемпионаты по кибербезопасности среди школьников проводятся во многих странах мира. В России его организовала лаборатория Касперского. Роберт Кимбро — астронавт НАСА и командир 50-й экспедиции на МКС. Он вернулся на Землю 10 апреля, а в пятницу опубликовал эти кадры в интернете. На видео Кимбро демонстрирует, как приготовить сэндвичи с ореховым маслом в условиях невесомости. Единственный способ это сделать, утверждает опытный астронавт, — использовать клейкую ленту. Продукты улетят, если не управлять ими. Так что мы всё приклеиваем к столу скотчем и текстильной липучкой. В условиях невесомости приходится готовить бутерброды не из обычного хлеба, который сильно крошится, а из маисовых лепёшек. В рацион космонавтов входят консервы и высушенные продукты. Перед употреблением их разводят водой. Это делается с целью уменьшения массы пищи и её объёма, так как доставка каждого килограмма груза стоит тысячи долларов. Сегодня о жизни на орбите узнать несложно. Астронавты сами ведут аккаунты в соцсетях, где регулярно рассказывают о своих космических буднях.